Нягань принимает участников окружных соревнований Школы безопасности. Десять команд в течение шести дней применят теоретические знания и практические навыки правил безопасности в лесу и на воде. Евгения Самойлова расскажет подробности. Здесь у нас находится женская палатка, вот здесь мужская, тут у нас кухня. Разбить палаточный лагерь, определить место под костер и вспомнить визитку команды перед стартами. Через реку без моста мы приехали сюда. Показать вам нашу силу, мы поборемся красиво. За родные нам места будем биться до конца. В школу посреди тайги приехали 10 команд со всей Югры. Участникам от 12 до 16 лет. К поиске готовились со знанием дела. Мы из города Нефтьюганск привезли с собой велосипед. Допустим, перевозить груз, чтобы было легче. К спартанским условиям эти школьники уже привыкли за плечами многочасовые тренировки. Да и все как один настроены на победу. В прошлом году мы поучаствовали, поняли, как это, а теперь мы пришли за победой. Спортивное ориентирование дает старт соревнованиям. В течение часа нужно зафиксировать 20 контрольных точек. Впереди маршрут выживания, поисково-спасательные работы, эстафета. Все на финиш. Сюда по коридору, Саша. Поддержка наставников на соревнованиях любого уровня важна. А здесь еще и помогает избежать травм, ненужных ошибок при прохождении маршрутов. Четверок и пятерок в этой лесной школе не получить, но вместо оценок можно заработать баллы. Меньше ошибок – высший результат. Его выставят не в дневник, а в оценочный лист судьи. Окружная школа безопасности при содействии МЧС открыла свои двери в 24-й раз в распоряжении спортсменов трассы Нягонского центра «Патриот». В этом году впервые у нас дети попробуют аварийно-спасательными инструментами. Мы в округе еще никогда не проводили этот вид техногенка в чрезвычайной ситуации. Поэтому попробуют. Я думаю, что спасатели покажут, научат, мастер-классы проведем. Покажем инструментами, как работаем. Мы все-таки готовим смену спасателями. Вдали от дома школьникам предстоит провести шесть дней. Дни максимально насыщенными испытаниями. Но соревнования – соревнованиями, а обед – по расписанию. Сегодня мы с командой будем на обед кушать яичную лапшу, суп с яичной лапшой и салат. Итогом окружных стартов станет отбор лучших спортсменов на межрегиональную школу безопасности. Она состоится в июне 2023-го. Состязание примет гостеприимная «Югра». Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести Югория. Нягонь.